Это Харбор Таун, Ризен, мы продолжаем. В городе зреет недовольство. Не все согласны подчиняться Инквизитору. Если бы Инквизитор схватил Дона, все было бы совсем иначе. Почему они жалуются? Дон Эстебан со своей бандой все еще имеет огромное влияние. Кое-кто считает, что как только Инквизитор уберется отсюда, так что мало кто готов рискнуть и выступить против Дона. И как они там определяют, кто станет послушником, а кто рекрутом? Большинство выбирает путь рекрута. Таких людей тренируют с тем, чтобы сделать из них воинов Ордена. Для этого им необходимо овладеть великим искусством боя на посохах. Чтобы встать на путь магии, нужно проявить себя перед Орденом. Тогда, может быть, тебе выпадет возможность послушников учить бою на посохах. Но лишь для самообороны. После этого можно сосредоточиться на настоящем искусстве. Если хочешь стать послушником, надо тебе больше времени проводить с мастером Белшвуром. А что скажешь об Инквизиторе? Ну, много кто его недолюбливает. Но он единственный, кто может помочь нам в этом. Он справится с угрозой выросших из земли храмов и восстановит порядок. Пока он занимается своими делами, он через своего представителя, коменданта Карлоса, возлагает на нас задачу держать. Комендант Карлос. Он хороший человек, даже в третьем Ризоне. Комендант Карлос. Помогали ему на туманном острове. Расскажи-ка мне про коменданта Карлоса. Он воин Ордена Священного Огня. Больше учили. Но его воины бдительно следят за тем, чтобы в городе был мир и порядок. Чего уж никак не скажешь о старой городской страже. Они отвечали за порядок на улицах до появления Инквизитора. Все на поводке у Дона Эстебана. Ради денег и собственного удовольствия на что угодно готовы были. Только теперь всем рулет Орден. Боюсь лишь, что большинство... А как ты стал послушником? Ну, я изъявил такое желание. А мастер Белшвур сказал, что я достойно. Потом я убедил в своей ценности коменданта Карлоса, когда-нибудь я стану настоящим мастером магии. Белшвур хочет, чтобы я раздал целебные снадобья. Здесь много больных и раненых. Как мне найти тех, кому нужно... Белшвур же дал тебе список. Да. Все эти люди где-то здесь в трущобах. Большая их часть. Только не забудь про Джоша. У него тут внизу маленькая... Эту часть Харбор Тауна называют дыра. Ее легко пропустить. Ага. Спасибо. Ты осмеливаешься воровать? У меня на глазах! Ты осмеливаешься воровать? У меня на глазах! Кто же может научить меня вскрывать замки? Что такое? Кстати, я Коул. Здесь проходят службы? Это храм священного огня. Остров спокойствия в мире без... И ты здесь молишься? Да. Я молюсь о том, чтобы все это закончилось. Хм... Расскажи мне об огне. Я охотник. Я плохо разбираюсь в духовных делах. Расскажи, что знаешь. Это... Огонь, оберегающий нас. Всех нас. Именно здесь маги черпают свою магию. Говорят, пока он горит, есть надежда. Поэтому на острове никогда не бывает бурь. Чем бы он ни был, огонь нас защищает. Ты охотник? Да. То есть был им. Что же произошло? С тех пор, как появились храмы, из-за тварей никому не разрешают... А твой лук? Я заложил его у косты. Питался неделю. Подумать только, я мог бы... Теперь даже у Флавио нет для меня работы. Все, что у меня осталось... Рак... Ты можешь научить меня охотиться? Я мог бы, но только если ты готов сделать вылазку. Здесь в городе ох... Как насчет стрельбы из лук? Это я могу тебе... Ты можешь научить... Вот. Очень нужный навык. Подкрадывание определенно нужно. Без него вообще никуда лук, я не буду изучать ловкость тоже. Расскажи мне, как правильно красться? Хочешь, чтоб тебя действительно не было слышно? Убедись, что не наступишь на ветки или что... Любой шум разоблачит... Медленно и плавно. Насчет разделки я еще подумаю. Также с нулевого уровня начали. Я уже два уровня получил даже. Ха-ха, неплохо. Так, где она? А, вот. Скрытность есть. Карманная кража. Три уровня. Вслом. Три уровня. Как в третьей готике. Так, вот разделка. Горное дело. Добывать золотую и железную руду. Кузнечное дело. Алхимия. Ну, кузнечное дело я тоже трогать не буду. Горное дело. Даже не знаю. Может, конечно, помочь. Хотя. Насколько я помню, руда в основном для ковки нужна. Поэтому, скорее всего, тоже не буду. А вот насчет разделки даже не знаю. Ценные трофеи с убитых животных. Можно будет неплохо продавать. Шкуры и прочее. Ну, думаю, пока тоже обойдусь. Лучше потом сделать упор на алхимию. На печати и на создание свитков. Так, лук-арбалет. Топор-меч трогать не буду. Магию кристаллов посмотрим. В принципе, очень полезный навык. Для мага. Посох. Ладно, пока оставлю. Там видно будет. Вот тебе исцеляющее зелье. О, спасибо. Орден действительно пытается все предусмотреть. Нечего глазеть на мои вещи. Добро пожаловать. Прошу я, Флавио, торговец. Здравствуй, Флавио, торговец. Держу пари, ты ищешь работу. Я не могу тебе ее дать. Поищи в другом месте. Чем торгуешь? Охотничьи трофеи. Шкуры, когти, клыки. Плачу за хорошую добычу. Могу даже снабдить новыми стрелами. У тебя нет никакой работы? С тех пор, как закрыли городские ворота, мои охотники... Поэтому охоты больше нет. Нет охоты, нет добычи, нет золота. Всем нам пришлось затянуть пояса. Ноу мани, ноу хани. А в городе у тебя нет работы? Ну, здесь есть кое-что. Нам бы очень пригодилось... И кому его нужно... Это нужно для мастера Белшвура. Надо просто доставить мясо со... Я уже разговаривал с Бакстером. Но он требует десять шкур, прежде чем передаст мясо. Что ж, полагаю, мне надо добыть шкур. Если у тебя получится... А вот и квест со шкурами. У тебя есть шкуры? В конце концов, ты же ими занимаешься. Нет. Мои запасы кончились. Люди Дона слишком часто обращались ко... Мои ребята, Павел или Коул, могли бы подсказать что-нибудь? Возможно... Где мне искать Бакстера? На скотобойне, в порту. Он там ведет торговлю... Он довольно веселый парень, но к делу относится серьезно. Что я получу, если приду со шкурами? Ты хочешь, чтобы тебе заплатили за твою... Много я дать тебе не могу. Предложить тебе стрелы. Да еще друзьями. Мне нужно, Коль. Хорошо. Спасибо. Пять кабаних и пять волчьих шкур. Запомнил? Когда получишь мясо, передай его мастеру... Греб... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то не узнаю эту рожу. Не стоит прогуливаться за пределами трущоб, если хочешь оставаться в безопасности. Так ты городской стражник? Да, черт возьми. И это значит, что здесь закон. Представляю я. Оставайся в трущобах и горе знать не будешь. Почему здесь всего несколько стражников? Мы на первой линии защиты города. Поэтому нас первыми прислали в руины, когда... Многие не вернулись обратно. А если вернулись, они... Это случилось до того, как появился Мендоса и его инквизиция. Теперь только его люди ходят к руинам. Ты можешь обучить меня? Конечно. С приведением. Только не задаром. Я хочу... Сила и меч. Сила и меч. Ты придурок! Ха-ха-ха. Наверное, в первый раз за все время, что я играю, курица мне дала новый уровень. Кто же может научить меня вскрывать замки? Эй, первый раз в городе. Золото сжет тебе карманы? Конечно же, да. И тебе повезло, что мы встретились. Кто ты? Дирк меня зовут. Я скупаю редкие ценные предметы. Я искатель сокровищ, как и мои братья. Можно сказать, семейное предприятие. Так ты работаешь не в одиночку? Ольф, Дитер и ваш покорный слуга. Тройняшки. Спасибо за предупреждение. Странно, что третьего брата на Дэнни подобрали. Имя. Дитер, Дирк и Олаф. Чем ты сейчас занимаешься? Немного можно пронести в Харбортаун или вынести из них. Люди вынуждены зарабатывать на жизнь, как умеют. И чаще всего... Но это не те способы. Ольфа сейчас тут нет. Он ищет работу в ожидании лучших времен. А я просто хочу вернуться обратно в руины. Так вы с братьями путешествуете по отдельности? Так легче найти работу. Правда, Дитера я давно уже не видел. Ходят слухи, что Ольф томится в заключении где-то в торговом квартале. Не знаю, правда ли это. Похоже, ты не особо переживаешь. Ну, если это правда, он и сам разберется. Он самый сильный из нас троих. Посмотрим, смогу ли я помочь Ольфу. Он и сам справится. Но если ты все равно туда идешь... И что за артефакт ты продаешь? Это такая большая золотая чаша. Если тебе нужно что-то золотое в форме чаши, то это то, что ты ищешь. Она будет... 150 золотых. Я вот что-то тоже припоминаю, что... Эта чаша... Тоже может научить меня вскрывать замки. Понадобится для какого-то задания. Вот рецепт приготовления мы нашли. Очень так вот удачно вышел трактирщик. Более жуткий, чем можно тебе представить. Они говорят, что он избранный. И еще... Весь его прилавок обчистил. Так, документы. Вот, рецепт приготовления. Рыбный суп. Восстанавливает магическую энергию. Вот, кстати, лук нужен. Селедка, лук. И вода. Очень полезный рыбный суп на начальном этапе. Лучший способ восстановить ману. В лесах. Они и повсюду. Я бы не подошел к ним близко. В руинах, в лесах. Ты, Клайв, Баркеров. В горах, в городах. Говорят, что у него появилось много. Добро пожаловать. Чем могу по... Беженки. Совсем без гроша. Молоденький. Я принес тебе целебное снадобье. Спасибо. Выпьешь? Конечно. Вода, пиво и ром. Нет ничего лучше, чем пить холодное пиво у костра. Вот странно. Вода точно так же 5 маны восстанавливает. При этом является еще ингредиентом. Например, рыбного супа. Стоит 10 монет, а это целых 20. Ну, ром понятно. Я бы не подошел к ним близко. Это было очевидно. Разве тебе не нужно быть где-нибудь в другом месте? А кто-нибудь нас спросил, чего хотим мы? У меня есть для тебя целебное зелье. Спасибо. Я воспользуюсь. Не сомневаюсь, что у тебя полно дел. Последний корабль приплывал сюда много месяцев назад. Так, Коу, Финн. Он будет рассказывать всем, что Марта и Элиас остались. Меня просили передать тебе целебное зелье. О, спасибо. Мастер Белшвур велел мне принести тебе это зелье. Благодарю тебя. Наконец-то у Марты появилась надежда. Но одного лечебного зелья... Я должен увезти отсюда мою жену. Ей нужна крыша над головой. Я найду постель для твоей жены. Если у тебя получится, прошу тебя. Придется обратиться к Косте. Мне нужно найти чистое жилище для больной женщины. Жены фермера. А при чем здесь я? Пока не уладится эта история с Дельгадо, у меня нет времени... Нет времени на всякую чепуху. Дельгадо ждет свое золото. Тогда ему придется ждать долго. Я не буду платить. Дельгадо это не понравится. Ты что, угрожаешь? Пожалуйста. За что, по-твоему, я плачу Фуллеру? Дельгадо больше не получит... Вряд ли я сейчас справлюсь с Фуллером. Мне не помешала бы тренировка. Иди-ка сюда. Что? Ты драться со мной хочешь? Прямо здесь? Ага. Поехали. Ну а почему бы и нет? Все равно нечем заняться. Давай покончим с этим. Да! Давай! Ну да, судя по всему... Давай! Давай! Хотя... Теоретически это возможно. Я вот смотрю, я ему половину жизни снес. Сражайся! 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 Болезная работа. Не получилось. Так, еще раз. Давай покончим с этим. Давай покажи, что я не зря старался. Давай покажи, что я не зря старался. С одного удара по 10% 40% снес мне. Давай! Давай! Еще! Так, ладно, пока оставлю эту затею. Можно, конечно, можно победить, но... Что-то слишком тяжело. Много очень здесь от удачи, конечно, зависит. Как бы там ни было, мне еще много чем тут есть заняться. Они сказали, что на некоторое время город будет в безопасности. Они сказали... Фермеру Арно нужна чистая кровать для его больной жены. Они оба живут. Я знаю. Они в очень сложном поле. Нам очень нужно место, куда бы могли прийти самые нуждающие. Если бы я знал, где можно... Можешь ли ты поискать выход? Возможно, Костаса... Я могу спросить. Я раздал лечебные зелья всем людям, указав... Спасибо. Спасибо. Да хранит тебя священное. Возможно, ты бы мог стать послушником. В любом случае, я благословлю... Я расскажу Карлосу. Он вызовет тебя, когда у него найдется... Выполни задание, которое он тебе поручит. Убеди его в своей преданности, и он возьмет тебя... Он также снабдит тебя пропуском. Иначе тебя схватят воины Ордена. Как только ты выйдешь... Ясно. Что я еще могу для тебя... Сейчас ничего. Возможно, позже. Хорошо. Умирать не хочется. Но непонятно, зачем так жить. Привет, красавчик. Не припомню, чтобы я тебя раньше видела. Я новичок здесь. Как ты умудрился попасть в Харбор Таун? Сейчас тут появляется мало народу. Я искал способ и нашел его. Находчивый, да? Я люблю это качество в мужчинах. Рад слышать это. Так что ты тут делаешь? Я прекрасная половина Сида. Он один из людей Дона. Правда? Слушай, не думай, что он один из этих старых головорезов. И чего же? Ну, разумеется, некоторые материальные благодарности. А ты о чем подумал? Мой Сид в этом знает толк. Вот, к примеру, в последний раз Сиди подарил мне красивое колечко. Можно посмотреть на колечко, которое подарил? Нет. А вдруг ты мне руку отрубишь, чтобы его стащить? Знаю я таких. Хо-хо-хо. Отрубишь. Эй, ты! Двигай поживее к караулке. Комендант хочет с тобой поговорить. Он никогда не изменится. Вот уже послали Вестника. Никаких новостей. Пюпитр. Потерянные в библиотеке. Инструкции по выживанию для библиофилов. Кто же может научить меня вскрывать замки? Вор! Хо-хо. Я украл его морковку прямо из-под носа. Да. Я бы тоже огорчился, если бы кто-то стащил мою морковку. Нельсон. Эй! Ко мне идешь, а? Мне нужна карта острова. Зачем это? Выходить из города строго запрещено. Ты же сам знаешь, наверное. Знаю. Конечно. Ну, нарисую тебе карту. Так и быть. Хорошая укра... Сколько с меня за карту будет? Я лишнего с тебя не спрошу. Скажу, когда закончу. Долго еще? Нельзя спешить, если хочешь качественную карту. Карта пригодится каждому. Ну, насколько я помню, карту он дорисует, когда нас уже сюжетно выпустят. Наверное, они живут где-нибудь по острову. Иногда приходится рисковать. Вот уже и порт. Последняя вот площадка. Которая к трущобам относится. Ничего не трогай. Здорово. Меня зовут Сид. Надеюсь, что ты не один из безликих посланников. Что ты знаешь об Ордене? Орден запер нас в этом городе как стадо. Вот, к примеру, Родригес. Хороший человек был. И что теперь? Они что-то сделали с его головой. Там. В монастыре. Они пришли за ним. И теперь он всего лишь инструмент. Это отвратительно. Так размягчать мозги людям. А кем был Родригес раньше? Он был приличным. Честным вором. Солью земли. Они схватили его снаружи. И изменили его. Теперь бедный дурак стражит бойню в порту. Во имя Ордена. Тебе нужна помощь? Это Родригес. Он охотится за мной. Отныне он часть Ордена. Раз ты на моей стороне, сделай мне одолжение. Ну что? Время подошло. К вечеру. Я думаю, нам тоже нужно завершать эту серию. Увидимся в следующий раз. Оставайтесь с нами. И удачи вам. На самом деле, все хотят. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.